Сны видят почти все люди. Многие их не запоминают. Чаще всего сновидения черно-белые. Только 20% населения видят цветную картинку. Они бывают разными. Тревожными, страшными, радостными, счастливыми и мудрыми. Именно о таких поучительных снах рассказали финалистки ежегодного конкурса «Видновчанка». Задание непростое, но пятерка красивых, талантливых девушек справилась с ним блестяще. Традиционно весной в Ленинском районе выбирают самоочаровательную и талантливую девушку. Конкурс «Видновчанка», который, кстати, проводился в 18-й раз, в этом году собрал 13 участниц. Сначала отборочный тур, потом полуфинал и вот, наконец, завершающий этап. Путь к нему был очень труден. Пришлось очень много репетировать. Образ мы меняли несколько раз, наверное, раз пять, потому что часто не находили общего решения. Мы готовились буквально каждый день и в праздники с утра до вечера. И вот финал. В финале девушкам предстояло пройти три тура. Первый – визитная карточка. Участницы рассказывали о себе, о своих увлечениях, стремлениях и желаниях. Старшеклассницы продемонстрировали артистизм, обаяние, умение держаться на сцене. Второй этап объединил творческое и интеллектуальное задание. Участницам необходимо было собрать цветочно-конфетную композицию. Вот уж где было разгуляться фантазией. И ответить на хитрые вопросы ведущих. Итак, представь себе, тебе снится сказочный сон. Дорога и ты на распутье. Направо пойдешь – здоровье обретешь. Налево – любовь свою найдешь. А прямо пойдешь – богатой станешь. Какой путь ты бы выбрала и почему? Ну, наверное, я выбрала первый путь. Здоровье родителей, здоровье нашей семьи, наших близких. Это самое важное. А любовь каждый из нас встретит в любом случае. Тема последнего решающего конкурсного выступления. Мне однажды ночью приснился странный сон. Я выбрала сказку. Наверное, это самое счастливое. Это ассоциируется с детством. Поэтому, ну, в общем, я воплощаю себя через сказку. На самом деле, сны мне снятся часто, но, к сожалению, не часто я их помню. Но надеюсь, что сегодняшнее выступление, то есть мой сон, запомнит надолго. Сновидения бывают тревожными, страшными, радостными, счастливыми и мудрыми. Именно такие поучительные сны увидели девушки. Что превыше – деньги, материальные блага или друзья, понимание и взаимоподдержка, любовь к близким, родной земле и природе, честь, достоинство и уважение? Ответ очевиден. Сегодня, посмотрев на девочек, я понимаю, что система образования Ленинского района выпускает настоящих патриотов и сознательных людей. То, как они осознали и подавали этот материал, достойно, безусловно, аплодисментов. Перед жюри стоял сложный вопрос – кто же станет видновчанкой? А вот интересно, кому из участниц отдал бы свой голос глава района? Знаете, я бы всем. Почему? Потому что уже сам по себе выход в финал – это очень достойный, очень серьезный и очень уважаемый шаг. Поэтому, наверное, все достойные. Но решать будут жюри. Вердикт вынесен. Наступает самый волнительный момент. Звучат имена победительниц в той или иной номинации. И уже понятно, кто наденет корону. Гордое звание видновчанки досталось Евгении благодаря тому, что она следовала мудрости. Поражения ведут нас к победе. Женя стремилась к этому два года. Она себя сделала для этого конкурса. И я думаю, что это достойно, что она стала победительницей. Я до сих пор не верю, что я победила. Но победа не только моя. Победа обязательно еще и моей команды, которая меня всегда поддерживала. Удачи, Евгения. Не сворачивай с выбранной дороги, и все у тебя получится. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.